История музея началась во второй половине 50-х годов, когда авиадивизию, которая дислоцировалась в Монино, расформировали, а освободившуюся площадь местного гарнизона было решено использовать для публичной демонстрации авиационной техники. И 28 ноября 1958 года появился приказ главнокомандующего ВВС о создании музея-выставки при Краснознаменной военно-воздушной академии. Специальным приказом главком обязал всех командиров воинских лётных частей передать в создаваемый музей устаревшие образцы авиатехники. Спустя год с небольшим, 23 февраля 60-го года, музей был открыт для посетителей. Тогда в нём было 586 экспонатов, из них 14 самолётов. С каждым годом это число возрастало. Сейчас одних только самолётов. На открытой площадке и в ангарах собрано около 200. Некоторые существуют в единственном экземпляре. Музей является филиалом Центрального музея Вооружённых Сил. Ежегодно его посещают более 150 тысяч человек. Я уверен, что музей должен быть сохранён здесь, и он будет сохранён, потому что коллекция единая неделима. Это сохранение места для наших ветеранов. Поздравить коллектив музея с юбилеем пришли руководители Щёлковского района и городского поселения Мунина. Благодаря вашему пруду из поколения в поколение передаётся одно из самых ценных сокровищ Отечественной истории. Память о крылатой славе нашей Родины. Сокровища музея – это не только экспонаты, которые находятся здесь, не та военная техника, которая находится и здесь, на открытой стоянке, а именно люди, прежде всего люди, живущие здесь, в городском поселении Мунина. Сегодня, когда мы приходим и смотрим на эти экспонаты, а ещё когда экскурсоводы проводят эти экскурсии, у некоторых наших друзей вызывают слёзы от рассказов, от услышанного. Многие сотрудники музея были награждены грамотами и отмечены благодарностями Департаменту культуры Министерства обороны, руководству Щёлковского района и городского поселения Мунина. Что же касается темы переезда музея на новые места, в Парк Патриот, то, как сказал начальник Центрального музея вооружённых сил Александр Никонов, не будет принято решение, которое бы противоречило государственным интересам. Сергей Дадыко, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щёлково».